1 января у нас будет мрот повышен сразу на 18%. По традиции, Владимир Путин общение с гражданами начал с подведения итогов. Экономика в стране развивается, есть позитивный рост разных показателей. К тому же правительство не забывает и о людях. В следующем году россияне должны это почувствовать по своим доходам. Реальная зарплата вырастет на где-то около 8% будет. Это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так. Но в среднем по стране это статистика точная. Ожидаемо жителей волновали и вопросы социальных выплат. Пенсионерка потребовала разобраться с ценами на продукты. В особенности по курам и яйцам. Куриная грудка была 165 рублей килограмм. На сегодняшний день 350. Крылышки были 165, на сегодня 250. Владимир Владимирович, ну пожалейте пенсионеров. Мы же не получаем миллионами пенсию. Ну наведите порядок. Некому обратиться. Президент подтвердил, что такие проблемы действительно есть. В этом по сути виновата правительство. Этого можно было избежать, если раньше увеличивать импорт, а значит и добавить конкуренцию на рынке. Сейчас уже принято решение о импорте яиц, например, из Турции. Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, но сбой в работе правительства. Я думаю, что связано еще, хоть и говорят, что это не так, но мне кажется, так вовремя не открыли импорт пошире. Ну потому что, видимо, рассчитывали на то, что побольше заработают. Обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправна. Одна из наболевших тем, которая касается всех жителей, традиционное подорожание услуг ЖКХ. Это, несомненно, ударит по карману и южноуральцев. На прямую линию к президенту с таким вопросом обратился пенсионер. Нам, пенсионерам, повышают пенсию на 7,5%. В то же время, с июня 2024 года у нас в Новосибирске планируется повышение тарифов ЖКХ от 9 до 14%. Владимир Путин отметил, что индексация пенсии за последнее время уже проводилась в два раза. Впереди третий на 7,5%. Но, тем не менее, вопросы повышения платы за ЖКХ проверят. Президент также отменил комиссию банка при оплате коммуналки для пенсионеров и высказался за продление семейной ипотеки после 1 июля 2024 года. Ведь в действующей программе минимальный взнос и ставка в 6%. А если в семье трое детей, родителям полагается жилищная субсидия. Кстати, что касается детей, президент высказался и о запрете абортов, заявив, что в этом вопросе нужно действовать аккуратно. Ребенок – это дар божий, но свободы женщин должны соблюдаться.